Обсуждаем ситуацию на рынке, падение рубля, падение биржевых индексов во многих странах, снижение валют многих стран и снижение нефтяных котировок. Итак, черный ли сегодня понедельник или может быть другого цвета день 24 августа? Михаил. Я прям даже не знаю. Понимаете, ну все же, как там говорил Мерлин, понедельник начинается в субботу, погоды стоят предсказанные. В пятницу было понятно, что в понедельник будут проблемы. Еще утром сегодня, ну не утром, ну по нашему времени днем остановили поторги, остановили поторги фьючерсные по индексу S&P. В общем, было понятно, что более того, я вот как бы, я хорошо помню, что в своем прогнозе на 15-й год я писал о том, что по мнению многих экспертов наших фондовых, то есть это было еще в 14-м году, в 15-м году обвалится фондовый рынок американский. То есть еще в прошлом году Михаил Хазин решил, что из дома лучше не выходить сегодня, 24 августа. То есть все будет плохо к точности, как предписано. Единственное, было непонятно, когда это все произойдет, по этому поводу были разные рассуждения, но, скорее всего, главным спусковым крючком, конечно, стали китайцы. Но, с другой стороны, всем уже было понятно, что у китайцев абсолютно перегретый рынок, и что это продолжаться бесконечно не может. Американцев, кстати, тоже перегретый, и первый звоночек был где-то месяц тому назад. Ну давайте к американцам, к американцам, чуть попозже мы все-таки вернемся. Месяц тому назад они остановили обвал, который мог начаться, просто тупо остановив торги, но сославшись при этом на компьютерный сбой. Если же говорить о механизмах базовых, они запущены сильно раньше, можно говорить как минимум о 2008, значит, об обвале осени 2008 года, который был преодолен в общем только сумасшедшей эмиссией, которая как раз в прошлом году была остановлена. То есть механизм, вот механизм приостановки этого кризиса осени 2008 года, он закончился. Поэтому, на самом деле, то, что мы видим, это вот продолжение того эффекта, который начался еще тогда. Единственное, что за это время, конечно, структурные диспропорции усилились. И они в Китае и в США, в общем, ну как бы это как бы две стороны одной монеты, да, поэтому не может быть такого, например, что одна сторона упадет, а другая останется. Да, они либо вместе упадут, либо вместе удержатся. Посмотрим. Я пока не знаю, как бы смогут ли они остановить вот эту волну. Ну, у меня ощущение есть, что смогут, но это ощущение, да, цифр нету и более того, их быть не может, потому что на самом деле они все не совсем адекватные. Да, статистика очень сильно искажается, иногда это доходит до смешного. Например, Федеральная резервная система США не принимает данные по рынку труда Соединенных Штатов Америки от Министерства Труда, объясняя, что это чистый фальшак. На самом деле, я могу сказать вам сразу, в условиях кризиса всегда все бегут наиболее ликвидный актив, наиболее ликвидный актив доллара. По этой причине в целом по кризису доллар растет. И евро за последние там полтора-два года довольно сильно упал относительно доллара. Кстати, и юань, между прочим, тоже девальвировали. Значит, вот последний всплеск начался как раз после девальвации юаня. И, кстати, в Соединенных Штатах Америки уже имеются довольно существенные проблемы, они отмечаются из-за сильного доллара. Потому что уменьшается экспорт и осложняется импорт. То есть, на самом деле, все не так просто. Но есть тактические процессы, а есть системные, стратегические. Системно-стратегический процесс состоит в том, что в Соединенных Штатах Америки спрос частный превышает частные доходы сильно. В Китае проблема состоит в том, что внутренний рынок не тянет на то, чтобы покупать то, что производит экспортный сектор. Даже частично. Вот, собственно, две базовых структурных проблемы. И какое-то время их еще можно будет держать. Но вот они рано или поздно отдадут о себе знать.